Действительно такая очень большая тема, которая сейчас очень активно развивается. Наверное, всё-таки начну я уже с оставших классическими исследованиями в адевантной терапии меланомы. Напомню, потому что мы уже к этому привыкли, хотя этим исследованиям всего 3-4 года, и они уже, насколько стали для нас привычными, стали уже формально рутинными, то есть используемыми в нашей клинической практике. Если мы говорим о меланоме, то довольно большой список исследований, который и проведён, и проводится в настоящее время. Только одно из них, крайне правое, посвящено таргетной терапии, тоже успешно завершённой и уже, опять же, ставшей стандартом, а большинство, они относятся именно к области иммунотерапии. То есть, в принципе, высокая многенность меланомы, она, безусловно, является основанием для всё большего и большего количества исследований в этой области. Те исследования, которые зарегистрированы, исследования с эпилеумабом, мы уже, наверное, больше исторический интерес представляем, хотя, опять же, мы помним буквально недавно, сколько там, три года назад, наверное, когда только с Триумфом эти данные были представлены на одном из конгрессов ЭСМА, и уже исследования, которые стали более такими активными в нашей уже реальной клинической практике, это исследования, связанные с пепролизумабом и неволумабом. Кратко напомню, неволумаб и сравнение с эпилеумабом у пациентов с меланомой кожи, перенесших радикальную резекцию, причём стадии мы видим третья B, третья C и четвёртая стадия после радикального удаления всех имеющихся очагов. И эффект неволумаба, также он бесспорен, снижение риска прогрессирования на 32%, просто в плане напоминания о том, что этот режим подтверждает свою эффективность вне зависимости от наличия или отсутствия мутации в гене-берав, имеет пациенты выигрыш от назначения препаратов, выживаемость без отдалённых метастазов, также мы видим снижение риска отдалённого метастазирования на более чем на 20% у этих пациентов по сравнению с эпилеумабом, поэтому неволумаб – это уже тот стандарт, который мы активно используем. И второй препарат – пембролизумаб, который сравнивался в исследованиях у больных меланомой кожи третьей стадии, четвёртая стадия здесь не включалась, и сравнивался с плацебо, то есть более такое классическое, наверное, исследование. Мы видим те данные, которые представлены буквально сейчас, на АСКО летом этого года, через три года от рандомизации пациентов, снижение риска рецидива на 45%, на 44%. То есть выигрыш при использовании пембролизумаба, он отчётливый и подтверждается при таком долгосрочном наблюдении. Также он не зависит от статуса ПДЛ, статирование ПДЛ не нужно, и, в принципе, оно не требуется, и не зависит от статуса гена БИРАФ. И интересно, что, опять же, сейчас подведены итоги выживаемости без отдалённых метастазов через 4 года от момента рандомизации, и мы видим, что наибольший выигрыш выживаемости без отдалённых метастазов имеют именно пациенты с наличием мутации в гене БИРАФ. Мы видим, что риск развития отдалённых метастазов уменьшается практически в два раза. И профессор Гермонт, представляете данные, как раз-таки отмечает принципиально, что именно при наличии мутации в гене БИРАФ такое высокое увеличение выживаемости без прогрессирования через 3,5 года на 20%, то есть наибольшую пользу от назначения пембролизумаба имеют именно эти пациенты. И, в принципе, выигрыш, который имеют БИРАФ-мутированные пациенты от назначения пембролизумаба, по данным этого исследования, по крайней мере, он сопоставим с данными исследования комби-ЭДИ. То есть те данные, которые представлены в этом исследовании, пациенты, имеющие мутацию в гене БИРАФ и получавшие комбинацию БИРАФ-эмеконгибиторов, они имеют сопоставимые данные с теми пациентами, которые получали, в частности, пембролизумаб. Действительно, такие интересные данные, и, в принципе, эта опция, которая открывается для пациентов с наличием мутации в гениберах, то, о чем мы говорили, что выбрать, ну, здесь, наверное, вопрос, он еще более такой, становится более интригующим, что же выбрать этим пациентам. Поэтому уже стандартом является назначение неволумаба или пембролизумаба у пациентов, имеющих третью и, в случае неволумаба, четвертую стадию меланомы кожи в качестве адювантного режима терапии. Ну, и те исследования, которые сейчас проводятся, данные, которых мы ожидаем, это исследования сравнения комбинации неволумаба и пемболизумаба по сравнению с неволумабом или по сравнению с высокими дозами и пемболизумаба. Ну, наверное, высокие дозы пемболизумаба – это уже также тот рукав, который представляет больше такой исторический интерес, но, по крайней мере, вот эта комбинация НИВА-ИПИ и НИВА в адювантном режиме, эти данные мы будем ожидать. Также интересное исследование сравнения пемболизумаба с высокими дозами интерферона альфа, тоже пока набор пациентов проводится, и эти результаты мы увидим. То есть здесь сравнение уже пемболизумаба происходит не с плацебо, а с тем стандартом, который, в принципе, ну, высокие дозы интерферона альфа, они недавно были просто стандартом нашего лечения, сейчас они уже тоже немножко уходят на такой вот, немножко в историю уходят, но, по крайней мере, в данном исследовании пемболизумаб сравнивается именно с ним. Исследование КЕНОТ-716 – тоже интересное исследование, поскольку здесь исследуются больные еще более ранние стадии. Стадия 2-я, В и 2-я, С. И интересно, что возраст пациентов старше 12 лет, то есть, в принципе, даже подростки могут участвовать в данном исследовании. Также пемболизумаб сравнивается с плацебо, и, возможно, возобновление терапии пемболизумабом после рецидива и так называемый кроссовер. Тоже интересное исследование будет в том, что будет видно, целесообразно ли повторно назначать пемболизумаб при прогрессировании, при использовании его в адевантном режиме. Ну и другие исследования, которые есть, в принципе, наверное, их больше, чем даже я сейчас успею рассказать, они касаются, наверное, практически всех имеющихся и солидных, и лимфопролитеративных заболеваний, которые имеются. Я специально не рассматривала ни лимфомы Ходжкина, ни другие заболевания, только солидные опухоли, которыми мы более активно занимаемся. Рак почки, да, вторая по иммуногенности опухоль после меланомы. Тоже много исследований, мы прекрасно знаем исследования у больных диссиминированным раком почки, ну и то, что касается адевантного или переоперационного использования почечноклеточный рак, больные, которым планируется выполнение нефрактомии, с гистотипом светлоклеточным или несветлоклеточным, одно введение неволумаба в группе, в которую пациенты попадают при рандомизации, в дальнейшем резекция почки и последующее введение неволумаба, то есть, в принципе, такое переоперационное введение неволумаба, которое интересно тем, что мы сможем оценить наличие лекарственного патоморфоза при оценке операционного материала. И стандартная группа наблюдения, больные, подвергающиеся только хирургическому лечению. Классическое исследование у больных, перенесших уже нефрактомию, рандомизация на исследование комбинации неволумаба и пилюмаба вместе с плацебо, тоже исследование началось около трех лет назад и, в принципе, будет продолжаться до 2024 года. Разумеется, все исследования сейчас, конечно, будут испытывать ряд проблем с набором пациентов, учитывая нынешнюю ситуацию эпидемиологическую, поэтому, может быть, будет некоторое смещение результатов этих исследований, но, по крайней мере, это классическое исследование, которое, безусловно, представляет интерес. И исследования у больных не только неволумабы производятся на других препаратах этой группы, в частности, пембролизумаб, тоже сходный дизайн исследования, принесшие нефрактомию пациента, рандомизируются или в группу наблюдения, или в группу терапии пембролизумабом в течение одного года. Безусловно, интерес этих исследований, он однозначен. В отношении рака легкого, также успехи иммунотерапии мы прекрасно знаем, и ряд исследований, которые проводятся сейчас в адювантном режиме, это больные 2-й, 3-й А стадии, пациенты, которые перенесли операцию, и, извините, которым планируется операция, и они в неадювантном режиме получают комбинацию пембролизумаба и химиотерапию, и после операции поддерживающая адювантная терапия пембролизумаба в течение одного года. Ну и группу наблюдения только пациенты, перенесшие неадювантную терапию и в дальнейшем оперативное лечение. Также исследования производятся набор пациентов, и те данные, которые будут представлены, они, безусловно, представляют интерес. Пембролизумаб – сугубо адювантное лечение после хирургического лечения и стандартной адювантной терапии. То есть, в принципе, пациенты, которые в обычной жизни у нас уже не подлежат какому-либо лечению, они включают данные исследования и получают или пембролизумаб, или просто активное наблюдение с введением плацебо. Тоже интересны эти данные. Рак молочной железы. Также мы знаем, что рак молочной железы, особенно трижды негативный рак молочной железы, это объект для активного изучения в плане иммунотерапии. И здесь исследования КИНОТ-522, больные трижды негативным раком молочной железы. Производится предоперационное лечение, комбинация химиотерапии и пембролизумаба, или в контрольной группе только химиотерапия, оперативное лечение, и в дальнейшем, соответственно, поддерживающая терапию пембролизумабом или просто активное наблюдение. И у этого исследования уже подведены ряд итогов. Мы видим, что, наверное, ожидаемо наибольшая частота полных патоморфологических регрессов, которые обнаруживаются после удаления опухоли молочной железы, определяются у пациентов, получавших исследуемую комбинацию химиотерапии пембролизумаба и имевших высокую экспрессию ПДЛ-1. Мы видим, что полные регрессы практически у 70% пациенток достигаются. В том случае, если ПДЛ негативный, то частота полных регрессов примерно на треть ниже. Ну и наиболее низкая она у пациенток, получавших только химиотерапию. И так называемая бессобытильная выживаемость этих пациенток, она тоже в пользу комбинации пембролизумаба и химиотерапии, снижение риска любых событий практически на 40%. Также исследования у больных гормонопозитивным раком молочной железы с высоким риском рецидива – это переоперационное так называемое исследование, комбинация пембролизумаба с химиотерапией до операции и в дальнейшем после выполнения хирургического лечения уже в адъювантном режиме. Очень интересное исследование в отношении рака мочевого пузыря. Мы знаем, что отрезализумаб, в частности, неволумаб, очень активно изучаются и с адъювантной целью, и с адъювантной. И, безусловно, это все идет от достаточно высокой эффективности препаратов этой группы в лечении уже десемнированных форм. Здесь вот несколько исследований, которые проводятся или уже проведены у больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, оказающихся всех трех основных препаратов этих групп – и отрезализумаба, и неволумаба, и пембролизумаба. И вот интересно, что сейчас на АСКО подведены итоги, представлены итоги исследования именно отрезализумаба в группе в качестве адъювантной терапии у больных, перенесших радикальную цистектомию или нефрактомию, если локализация опухоли выше располагалась. Группа отрезализумаба, группа наблюдения, и, к сожалению, несмотря на высокий потенциал иммунотерапии, не удалось получить каких-либо принципиальных улучшений при использовании отрезализумаба с адъювантной целью. Не выживаемый без прогрессирования, тем более показатели общей выживаемости, к сожалению, не возросли в этой ситуации. Поэтому исследователи констатируют, что, наверное, монотерапия отрезализумабом не имеет таких перспектив у больных раком мочевого пузыря. И большая группа гастроэнтерцентральных опухолей, вернее, опухолей желудка и пищевода. Адъювантных исследований также проводится достаточно много, причем очень много на стыке, скажем так, пищевода и желудка кардиозофагиальный, так называемый рак. Он практически всегда включается и в исследование рака желудка, и в исследование рака пищевода. Поэтому действительно очень сложно эти исследования дифференцировать. В принципе, это, наверное, действительно единая такая вот система, верхняя отдела желудочно-чищенного тракта. Все препараты, имеющиеся к настоящему времени, проводятся изучения в исследованиях третьей фазы, в том числе и с участием лучевой терапии, например, неволумаб. И вот интересно, что сейчас представлены данные исследования Checkmate 577. Это исследование адъювантной терапии неволумаба после выполнения хирургического лечения. И мы видим, какие принципиальные эффекты именно неволумаба достигнуты в данном исследовании. Выживаемость без прогрессирования медиана больше, чем в два раза выше у пациентов, получавших неволумаб в адъювантном режиме по сравнению с группой плацебо. Снижение риска рецидива на 30%. То есть, в принципе, здесь сложно даже прогнозировать, наверное, эффект или неэффект того или другого препарата в той или другой нозологической форме. Может быть, зависит частично от дизайна, может быть, зависит от препаратов, которые используются вместе с исследуемым онкологическим препаратом, потому что может быть, зависит от каких-то характеристик нозологических форм, в отношении которых проводятся исследования. Наверное, практически все планируемые исследования имеют большой потенциал получения эффекта. Но, как мы видим, даже хорошо спланированные исследования с высокоэффективными препаратами на этапе адъювантной терапии могут не оказать такого принципиального эффекта. Мы понимаем, что поиск сейчас только идет несколько последних лет и, безусловно, будет продолжаться в ближайшие годы. Поэтому это то, что мы будем наблюдать на протяжении ближайших лет и то, что, скорее всего, также будет включено в нашу рутинную практику на этапах более раннего лечения пациентов. Благодарю за внимание.